Итак, давайте с вами скачаем первые две самые необходимые программы для написания трека. Это Ableton Live и база сэмплов LoopCloud. Для начала мы пройдем на сайт Ableton, ableton.com, и нам нужно будет зарегистрироваться. Если вы не зарегистрированы, то все заполните, пройдите по ссылке, которая придет вам на почту, и активируйте ваш аккаунт. Я введу данные, которые у меня уже есть, я зарегистрирован на сайте, захожу, и здесь мы можем нажать Try it for free, выбрать вашу операционную систему и нажать Download. И таким образом мы скачаем Ableton Live 11 версии на три месяца, как здесь написано, на 90 дней. Мы получаем версию совершенно полную, которой мы можем пользоваться. После того, как она скачается, и вы ее установите, у вас программа выдаст окошко, в котором вы нажмете ОК, вас перекинет на сайт, где вы должны быть залогинены, и у вас активируется лицензия на 90 дней. И мы с вами можем начать работу. И также для начальной работы вам понадобятся сэмплы. Давайте перейдем на сайт LoopCloud и скачаем оттуда плагин. Так, я нажму Создать аккаунт, потому что у меня нет аккаунта. Выбираю первый тариф. Потом вы подписку можете отменить, и LoopCloud дает первый месяц бесплатно вам пользоваться, за который вы можете решить, стоит ли вам оплачивать подписку дальнейшую или нет. Жмем Get Started. Нам нужно указать платежную информацию, PayPal либо карту. Я ввел платежную информацию, нажал Start Now. И теперь мы можем скачать плагин. Опять же, для вашей операционной системы. Либо Windows, либо Mac. У меня Windows я качаю. Для Windows плагин. Запускаю инсталлятор. Здесь жму Принять. Далее. И вот смотрите, путь установки стоит оставить по умолчанию, такой, какой он есть. Здесь же тоже вы либо можете оставить по умолчанию, либо я вот удаляю папку Steinberg из пути. Что мы сейчас делаем? Мы ставим VST плагин, который подключится к нашему Ableton, да? И у меня VST плагины, они лежат все по этому пути. Это различные синтезаторы, эффекты внешние, которые мы можем докупать и устанавливать, чтобы они работали в связке с нашим Ableton. LoopCloud это как раз один из таких случаев. Но это у нас не эффект. Плагин, он позволяет сэмплы с удаленного сервера воспроизводить в нашем Ableton. Притом они все будут синхронизированы с темпом вашей композиции, да? То есть вы можете захотели вы, допустим, гитару вставить в ваш трек, вы в поисковике LoopCloud набираете гитара, выставляете жанр определенный. Дальше я это все вам покажу. И это будет воспроизводиться у вас прямо в хосте, синхронизировано с темпом вашей композиции. Ставлю плагин. 32-битный плагин мне не нужен. 64-битный, да. У меня 64-разрядная система. Вот AAX плагин мне тоже не нужен, потому что это формат для ProTools. В ProTools я не работаю. LoopCloud Play и LoopCloud Drum пусть установятся. Это дополнительные инструменты. В моих уроках, я думаю, дальше тоже рассмотрим. Но ключевой момент, что нам нужен вот этот вот плагин. Нам необходимо установить вот эту вот строку. Нажимаю Next. Далее. Вот плагин ставится нам на жесткий диск. Далее я снимаю галочку запустить LoopCloud.exe. Нажимаю Finish. У нас установлен уже Ableton Live. И давайте мы его сейчас с вами запустим. У вас при первом запуске вот здесь вылезет окошко. Нажмете OK. Зарегистрируете вашу версию. Вот. И что нам дальше нужно сделать? Смотрите. Нам нужно пройти в настройки Ableton, нажать Options, Preferences. Либо это горячая клавиша Ctrl, запятая. И здесь выбрать вкладку Plugins. И активировать вот этот вот, этот чекбокс. У вас будет стоять Off. Вам нужно будет переключить в On положение, да. И вот это вот Use VST Plugin System Folders тоже в On. После этого ваш плагин LoopCloud, он появится у вас вот здесь вот в браузере. То есть в Ableton вот так вот мы можем активировать браузер. И у вас LoopCloud среди остальных плагинов появится. Но у вас будет только один плагин стоять. Это LoopCloud. Да, вот он у меня, кстати, не появился. Если плагин не появился, то имеет смысл перейти в настройки Plugins и нажать кнопочку Rescan. И сейчас обратите внимание вот сюда. Вот он сканирует наши подключенные модули, наши плагины. И в какой-то момент он покажет сейчас, что он нашел плагин под названием LoopCloud. Вот здесь вот в нижнем левом углу экрана. У меня много плагинов стоит, поэтому сканирование занимает некоторое время. Вот. Видите, он нашел LoopCloud Drum, LoopCloud Play и LoopCloud. Здесь видим, что сканирование пока еще идет. Ableton пока недоступен, пока сканируются плагины. Все, готово. Кнопки снова загорелись желтым. Значит, все в порядке. Мы можем начинать работу. И вот наш... Мы можем просто кликнуть в папку Plugins и вот здесь вот вписать LoopCloud. И он отфильтрует среди всех плагинов все, что содержит это название. Загружаем плагин на дорожку. Все. Поздравляю, вы готовы к первому уроку, на котором мы будем писать с вами вашу композицию. До встречи. Кстати, если кто-то хочет сразу отменить подписку, давайте разберемся, как это сделать. Переходим в Your Account. И здесь мы можем нажать Cancel Subscription. Отменить подписку. Нажать Proceed, то есть продолжить. Напишем причину. Если мы сейчас отменим, то баллы у нас останутся, но, вероятно, нам придется уже вернуться с помощью проплаченной подписки. Поэтому отменять я пока не буду и продолжу пользоваться им, может быть, отменю через 28-30 дней. То есть, если мы хотим пользоваться нашим LoopCloud, пока что подписку нам отменять не стоит. Поэтому давайте это сделаем через 30 дней, иначе мы просто не сможем ничего использовать.